День открытых дверей в учреждениях культуры Московской области. К ежегодной акции присоединились десятки округов Подмосковья. Люберцы не исключение. Какую программу подготовила Есенинская библиотека, расскажем в сюжете. Уроки скорочтения, интерактивные игры, квесты, знакомство с клубными формированиями и книжным фондом. Десятки людей, и взрослые, и дети посетили День открытых дверей в Центральной библиотеке имени Есенина. Меня еще познакомили с разными книжками, и я их нужна в моих людей новых. Я хочу здесь, чтобы каждый день был здесь открытые двери. Очень приятно, что много читающих детей, и не просто на уровне сказочек каких-то детских, а и серьезную, довольно-таки взрослую литературу, целые циклы. Нам дети сегодня рассказывали о них. Также родители, которые пришли со своими детьми, тоже принимали активное участие, рассказывали о своих любимых книгах. Многие дети находятся в библиотеке с утра до вечера, даже летом. Их привлекает мастерская выразительного чтения и занятия по актерскому мастерству. Ребят учат уверенно держаться на сцене и работать в команде, развивают творческие способности. Каждая наша библиотека, их у нас в округе 12, подготовила интересную, насыщенную программу. И дополнительно к тому, что мы рассказываем сегодня о наших активностях и показываем работу нашей библиотеки, мы помним о том, что 27 августа день кино. И поэтому в честь этого праздника сегодня во всех библиотеках будут мультпоказы. День открытых дверей в Есенинке завершился литературно-музыкальным спектаклем с песней по книжкам. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ Очень нравится, когда мы встречались с мамой.